В одной сельской общине произошло ЧП, чрезвычайное происшествие, Хаймович обозвал Рабиновича под лицом. Рабинович побежал к старейшинам, старейшины постановили, что Хаймович должен извиниться. И на следующий день Хаймович подошел к Рабиновичу, наступил ему на ногу, сказал извините. Рабинович был недоволен. Он снова пошел к старейшинам, и старейшины постановили, что Хаймович должен сказать Рабинович извините. На следующий день Хаймович приходит к Рабиновичу домой Стучится в дверь и спрашивает, здесь живет Иванов? А, Рабинович, извините Рабинович опять недоволен, он опять бежит к старейшинам И старейшины постановили, что Хаймович должен сказать в присутствии десяти старейшин Что Рабинович не подлец Извините Выходит Хаймович перед старейшинами и говорит Рабинович не подлец? Извините Опять Рабинович недоволен? Он говорит, да ты это сказал Ну с какой интонацией ты это сказал? Ты хотя бы прояви сожаление И Хаймович говорит Я сожалею, что Рабинович подлец Такая история Знаете, даже притчи в 22 главе в первом стихе говорит, что доброе имя лучше большого богатства И добрая слава лучше серебра и золота Вы видите, в этой истории один человек старается защитить свое доброе имя А другой человек не хочет уронить свое доброе имя Все время выкручивается только чтобы сохранить свой имидж и не попросить прощения Да, действительно, доброе имя лучше большого богатства И добрая слава лучше серебра и золота Я вам расскажу одну биографию человека, который таки смог восстановить свое доброе имя Очень странным способом Вы знаете, кто изобрел динамит? Так вот, был один человек, который изобрел динамит Кстати, его фамилия была не Динамит Так вот, у него был отец, который руководил фирмой, которая делала плавучие мины Там вот, которые вот плавают Корабль на нее наплывает и взрывается И вот они делали эти мины И этот человек был химиком, который изобретал вот эти всякие взрывные устройства И однажды произошел несчастный случай Его брат погиб При несчастном случае в лаборатории произошел взрыв и погиб его брат Причем в газетах подумали, что это умер сам изобретатель динамита И написали о нем некролог И наш герой открывает газету и читает некролог о себе Результаты его жизни В котором написано Вот так вот, благодаря вот этому человеку Мир стал убивать друг друга гораздо быстрее И он понял, что эта оценка его жизни со стороны, она довольно объективная И подумал, что надо с этим что-то сделать Он ходил Думал И таки придумал Что он сделал? Со своего изобретения он взял какую-то сумму и сделал фунт Большой денежный фунт Вложил его И каждый год доходы от этого фонда он делил на три части Первую часть фонда он давал как зарплату тем людям, которые заботятся о том, чтобы прибыль была Вторую часть фонда он откладывал в сам фонд, чтобы фонд с каждым годом рос И третью часть дохода он разделил на премии, которые мы сегодня знаем как Нобелевская премия Он исправил свое имя Теперь никто не знает, кто изобрел динамит, но знает Нобелевскую премию Всего вам хорошего До свидания Редактор субтитров А.Семкин